Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Василий Моисеенко. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В крушении вертолета погибли 22 человека. В школах страны прозвенел первый звонок. Тысячи учеников, одетые с иголочки, с цветами в руках, выстроились на торжественной линейке. Для первоклассник это новый этап жизни, а для выпускников ответственная пора подготовки к экзаменам и выбора дальнейшего жизненного пути. Торжественное мероприятие в столичном теоретическом лице имени Александра Пушкина началось с песен, поздравлений, хорошего настроения и множества эмоций. Для 12-ти классников новый учебный год – это не только про завершение одного из жизненных этапов, но и про усилие и ответственность перед выпускными экзаменами. Честно, не верится. Но это на самом деле все уже переступил порог совершеннолетний, уже по-другому ощущается, что на тебя больше ответственности возлагается. Но ощущения достаточно хорошие. Я хочу, чтобы этот год был насыщен событий, хороших событий. Естественно, хорошие оценки нам нужны. Мы должны стараться, учиться, трудиться. И я думаю, что этот учебный год завершится очень красиво. Мы сейчас стояли на линейке, вспоминали, как мы 12 лет назад пошли в школу в 2013 году. Вспоминали, как наши мамы нас провожали, как мы увидели нашу первую учительницу. Мы желаем только счастья нынешним первоклассникам. И вправду не верится, что мы уже в 12-м классе, чтобы пролетело так быстро, в один миг пролетело 12 лет. Я уверен, что этот год будет наполнен прекрасными событиями. У нас в этом году у школы юбилей, 80 лет со дня основания. Мы все очень ждем, будем готовиться, будем приносить радость всем учащимся нашей школы. Сдадим бак. Я уверен, что все зададут на отлично. Конечно, сначала это достижение новых целей, мечт, которую я поставила на этот год. Это конкретный план того, что надо делать. Все-таки мы не забываем, что мы поступаем в университеты, поэтому мы готовимся и к экзаменам, и к вступителям, и, конечно же, получаем новые знания. Прекрасное чувство. 11 лет не прошли даром, 12-й тоже не пройдет. Прекрасный год, много плодотворной работы, много олимпиад, много конкурсов и мероприятий в лицее. Учителя также не скрывали свои эмоции, поскольку играют решающую роль в передаче знаний ученикам. Прежде всего, я хочу, чтобы ученики 12-х классов добились блестящих максимальных результатов, чтобы без затруднений сдали бакалавриат, чтобы им легко было сдать экзамены, без стресса. И потому что они каждый день готовятся к нему, я думаю, все будет хорошо. Переполняли эмоции детей, которые первый раз переступили порог школы. Для них учебный год – это новый этап и новые испытания. В руководстве страны направили поздравительные послания по случаю начала нового учебного года. Государственные деятели пожелали ученикам, родителям, студентам, педагогам и всем работникам сферы образования успехов в новом учебном году. На своей странице в соцсети глава государства Майя Санду подчеркнула, что с началом осени начинается новый учебный год для детей, молодежи, родителей и учителей. Все мы от мала до велика хотим становиться лучше каждый день, а это значит, что каждый день нужно узнавать что-то новое. Мы учимся, потому что это единственный способ вырасти как целостная личность, которая осознает себя и окружающих, способные решать проблемы и делать мир лучше. Обучение безграничное. Я призываю вас никогда не прекращать учиться. Всем максимально насыщенного нового учебного года. Поздравительное послание также направил глава Минобразования Дан Перчун, который отметил, что в новом учебном году рассчитывают на хорошее сотрудничество школы и семьи. По случаю начала нового учебного года мы желаем всем учащимся периода полного знаний, года в котором вы хорошо себя чувствуете в школе и приобретаете новых друзей, в котором учителя находятся с вами в этом мире знаний. Самое главное это процесс обучения и работа, которую вы вкладываете. Пусть этот год станет для вас полной реализацией в личностном росте. Начинается учебный год для школьников и первый урок будет посвящен миру. Аналогичным образом студенты начинают новый учебный год. Желаю всем энтузиазма, решимости и дисциплины, чтобы добиться успехов в учебе и приобрести новые навыки. Мы хотим пожелать всем детям, родителям и учителям, чтобы год был максимально красивым, с множеством результатов, положительных эмоций для всех. Уточняем, что в Республике Молдова действует более 1200 учебных заведений, из них 108 начали учебный год 1 сентября, а 1059 – 2 сентября. Для организации проведения тематического занятия классным руководителям рекомендовали дидактические материалы под возраст учеников. Материалы разработаны при поддержке Совета Европы. Глава Европейской прокуратуры Лаура Кадруцца-Киовиши прибыла в Молдову. Целью официального визита в Кишинев заключается в обсуждении с властями Республики Молдова вопроса о противодействии расхищению европейских фондов. Киовиши отметила, что в будущем будут совместные дела обвинителей из ЕС и нашей страны. И в Кишиневе она обсудит, как будут разрешаться возможные ситуации такого рода. Она также подчеркнула, что за европейскими деньгами следят не только прокуроры, но и организованные преступные группировки. По ее мнению, возможные махинации могут сделать преступников сильнее. Фонды подготовки к вступлению будут значительными. Там, где есть европейские фонды, у нас обязательно есть мошенничество, которое мы видим в своей деятельности. Это причина, по которой я приехала. У нас есть протоколы, но нам нужно более конкретно обсудить, как мы будем обращаться с этими документами. У нас обязательно будут совместные дела с нашими коллегами из Республики Молдова. На сегодняшней встрече это будет основная тема, которую мы рассмотрим. Точно так же, как мы наблюдаем за использованием европейских денег, за этим наблюдают и организованные группы, которые усиливаются за счет мошенничества с европейскими фондами и мошенничества с НДС. В понедельник Лаура Кадруцаковичи прочитала публичную лекцию в одном из университетов Кишинева, сосредоточив внимание на важности борьбы с коррупцией и верховенства закона. Мероприятие собрало студентов-юристов, преподавателей и представителей судебной системы Республики Молдова. Я хотела донести мысль, что с момента вступления в ЕС у них появится шанс, остальное зависит от них. Они должны быть последовательными. Мы обсудили борьбу с коррупцией. Я подчеркнула тот факт, что не существуют страны без коррупции. Мы не должны думать, что одна из известных нам стран более коррумпирована или менее коррумпирована. Коррупция есть везде. Конечно, я не была популярной, когда сказала, что они должны работать и учиться. Но у них будет поддержка, их будут направлять, у них будет доступ к лучшим материальным ресурсам, а все остальное зависит от них. В своем выступлении Кёвиши подчеркнула важность изменения менталитета граждан и активного вовлечения всего общества в борьбу с этим явлением. После лекции глава Европейской прокуратуры отвечала на вопросы. Центральная избирательная комиссия сообщает, что из 3 миллионов 300 тысяч человек, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, более 2 миллионов 740 тысяч граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам второго уровня. Согласно сообщению ЦИК, в разницу входят люди, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие прописки или места жительства. Речь идет также об официально эмигрировавших гражданах за границу, почти 286 тысяч, и граждан с избирательным правом, место жительства которых зарегистрировано в административно-территориальных единицах Левобережья Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова. Их численность составляет примерно 275 тысяч человек. В то же время ЦИК сообщает, что на президентских выборах 20 октября могут быть зарегистрированы максимум 15 кандидатов. Отметим, в субботу, 31 августа, когда был последний день подачи заявлений на регистрацию инициативных групп в поддержку кандидатов, в ЦИК с обращениями по этому поводу обратились трое заявителей. Речь идет об Авелине Табарчо и Валентине Бородаче, заявившей о намерении баллотироваться как независимые кандидаты. А также о Василии Тарлеве, поддерживаемой во партии «Будущее Молдовы». Ранее ЦИК отказал в регистрации инициативной группе в поддержку потенциального кандидата в президенты Василия Тарлева. Причиной решения послужил тот факт, что Тарлев, как независимый кандидат, не покинул пост председателя партии, как этого требует избирательный кодекс. Солидарности в молдавской политике не существует, и это порождает опасные прецеденты и практики, которые будут увековечены. В этом в эфире передачи «В семь дней» на нашем телеканале заявил бывший премьер-министр, председатель ЛДПМ Влад Филат. Филат утверждает, что после того, как ЦИК снял его с предвыборной гонки, он получил только одно сообщение от политического оппонента. Лишь один человек из политических конкурентов прислал мне сообщение, написав, «Мне жаль, что вы не будете участвовать в этой избирательной кампании, и она будет не такой, как должна быть». В остальном никакой реакции. От Натальи Марарь. От нее получил это сообщение. «Не то, чтобы я ожидал, что кто-то проявит со мной солидарность и обнаружит, что была совершена несправедливость. Просто то, что случилось со мной, как прецедент, будет увековечено». Филат также говорил об оставшихся кандидатах и об их обещаниях в предвыборной кампании. «Кто приходит и говорит, что если я стану президентом, то все решится. Заметьте, а те, кто обещает, что с приходом к власти начнут арестовывать, то, извините, это не в компетенции президента. Мы должны дать институтам возможность работать, а президент является гарантом Конституции. И он должен гарантировать, что институты будут работать на основе конституционных норм. Первое, что сделает следующий президент, это скажет о том, что он президент каждого, и сразу после этого покажет это действиями». Также в ходе передачи Влад Филат подчеркнул, что несмотря на то, что он больше не борется за президентское кресло, он продолжит общаться с гражданами, обсуждать проблемы Республики Молдова и возможные пути их решения. Председатель Европейской социал-демократической партии Иоанн Сула ответил на слухи о том, что получил в подарок от бывшего министра обороны Валерию Плешки роскошный автомобиль, чтобы выдвинуть последнего в качестве кандидата от ЕСДП на выборах президента. Заявления были сделаны в рамках передачи «Семь дней» на нашем телеканале. В ходе передачи Иоанн Сула подчеркнул, что после местных выборов прошлого года и политформирования Иоанн лично подверглись беспрецедентным нападкам. «Для политики Республики Молдова создается очень неприятный прецедент. Это лишь часть атак, совершенных на ЕСДП. Это и нападки на председателя партии. Например, что я продал политформирование господину Плешке, что является ложью». Что касается роскошного автомобиля, о котором упоминается в публичном пространстве, Сула говорит, что машина принадлежит его родственнику, а он не имеет никакого отношения к политике. «Те, кто распространял эту абсолютно непроверенную информацию, Сделали этому автосалону очень хорошую рекламу. Я и своим коллегам представил необходимые аргументы о том, Что этот роскошный автомобиль был куплен задолго до того, Как господин Плешко вступил в переговоры с ЕСДП. Машина принадлежит компании, А люди, которые опубликовали эту ложную информацию, Я буду требовать в судебном порядке, чтобы они опровергли эту информацию». «Так все же есть машина». «Да, она существует и принадлежит одной компании. Она пригнана, то есть не была куплена в Республике Молдова. Но это связано как-то с вами. Это связано с основателем этого предприятия, Который является моим родственником». Напомним, что ЕСДП выдвинуло кандидатам на президентские выборы Этой осень у бывшего министра обороны Валерию Плешку. Позже ЦИК не зарегистрировал инициативную группу в его поддержку. Решение было обжаловано в апелляционной палате Кишинева, Которая в конечном итоге поддержала решение Центризбиркома. Граждане Республики Молдова в будущем, возможно, смогут летать в государство Катар прямым рейсом Кишинев-Доха. Такой вопрос в рамках встречи в Праге обсудил вице-премьер Михаил Попшой со своим катарским коллегой. Республика Молдова заинтересована в открытии прямого воздушного маршрута Кишинев-Доха, что облегчило бы как политические, экономические, так и культурные связи с государством Катар. Также два министра обсудили вопросы углубления экономического и коммерческого сотрудничества между Молдовой и Катаром, в том числе привлечения катарских инвестиций в агропромышленный сектор и национальную инфраструктуру нашей страны. В то же время глава молдавской дипломатии приветствовал назначение нового посла государства Катар в нашей стране и подтвердил адресованный премьер-министру Катара приглашение совершить рабочий визит в Республику Молдова. Отметим, что 2 и 3 сентября по приглашению главы МИД Словении Михаил Попшой принимает участие в 19-м стратегическом форуме в городе Бледе. Мероприятие ежегодно собирает глав государств и правительств, министров и экспертов для обмена мнениями по решению оригинальных и глобальных проблем. Министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Аллаеба провел совместную пресс-конференцию с государственным секретарем Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Хелен Будлигер. О чем говорили официальные лица, смотрите в следующем материале. Визит ознаменовал восьмое заседание Молдошвейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновленное после нескольких лет перерыва. При этом стороны также подчеркнули важность двусторонних отношений между двумя странами и общее стремление укреплять существующее партнерство. Обсуждения были сосредоточены на широком спектре областей, включая финансы, сельское хозяйство, таможню, инфраструктуру, энергетику, кибербезопасность и цифровизацию, образование, здравоохранение и туризм. Обсудили, как мы можем укрепить и расширить экономические торговые связи между двумя странами, как мы можем использовать огромный потенциал в экономической сфере. Мы хотим открыть новые возможности для инвестиций, экспорта, что в свою очередь создаст очень хорошо оплачиваемые рабочие места. Еще одним важным моментом обсуждения стало вступление в силу соглашения Европейской ассоциации свободной торговли, подписанного летом 2023 года. Это соглашение значительно активизирует двустороннюю торговлю, открывая путь молдавской продукции на рынок Швейцарии, а также Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Чиновница, в свою очередь, выразила удовлетворение визитом в Республику Молдова, подчеркнув важность диалога и тесного сотрудничества между двумя странами. Нас впечатляет скорость, которую вы развиваетесь, и мы еще раз хотим обеспечить свой вклад в дальнейшее развитие, в улучшение ситуации через проекты, которые мы будем реализовывать здесь, в Республике Молдова, для малого и среднего бизнеса и для других сфер. Компания «Молдова Газ» во время недавнего аукциона на бирже купила у госпредприятия «Энергоком» газ по 419 евро за тысячу кубометров. Об этом в своем телеграм-канале написал Вадим Чабан. Компания «Энергоком» Согласно условиям аукциона, объем законтрактованного сторонами природного газа на сентябрь составляет 16 млн кубометров. В августе тендер тоже был выигран «Энергокомом». Цена закупки тогда составляла 347 евро за тысячу кубометров, то есть на 70 евро дешевле, чем в сентябре. Вскоре в молдавской столице начнется новая информационная кампания по вакцинации от сезонного гриппа. Об этом на совещании в мэрии Кишинева сообщил заместитель начальника главного управления медицинской социальной помощи Владимир Балакан. «Есть некоторые инфекции, против которых есть вакцины, и вакцинация позволяет нам не заболеть. А если приживется другой штамм вирусов, то мы сможем легче переболеть. Поэтому я призываю все население вакцинироваться от всех инфекций, против которых разработаны вакцины». Также Владимир Балакан уточнил, что в настоящее время в открытом для больных COVID-19 отделении в городской клинической физиопульмологической больнице госпитализировано 34 пациента. «Если говорить о госпитализациях в муниципальной больнице, то в отделение неотложной помощи поступило 2841 обращение. Из общего числа 1427 поступили уже, то есть мы соблюдаем долю более 50% обращений, которые должны решаться на уровне отделения экстренного приема». В то же время Балакан подчеркнул, что за прошедшую неделю через территориальное управление соцпомощи поддержкой воспользовались более 6,5 тысяч человек. Также мобильные бригады откликнулись на более 2600 вызовов на дому. 11 человек были направлены в Центр размещения и ориентации бездомных. В понедельник муниципальные власти заявили о том, что движение общественного транспорта полностью восстановлено. Напомним, в связи с проведением мероприятий на минувшей неделе, доступ транспорта на центральные улицы города был ограничен и перенаправлен. Также в мэрии утверждают, что в сентябре завершится ремонт моста на столичной улице Михаеве-Тязула. «На текущей неделе прилагаются все усилия для создания условий для движения транспорта на участке моста на Михаеве-Тязула. Здесь хочу сообщить, что в ближайшие дни мы передадим документы для того, чтобы установили линии для транспорта, который будет двигаться по данному участку, после чего будет нанесена маркировка. У нас увеличение более чем на 35% количества транспортных единиц, обеспечивающих перевозки пассажиров. Это обеспечит наш транспорт в оптимальных условиях». Также представители мэрии заявили, что на прошлой неделе были проведены работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах и ремонтной работы в образовательных учреждениях муниципе Кишинев. Также в ходе заседания мэрии в понедельник власти объявили, что завершился сезон летних лагерей, где отдохнули более 17,5 тысяч детей. Также Андрей Повалой заявил, что новый учебный год начался с нехватки педагогических кадров в учебных заведениях. Вакантной является 261 должность, из них 115 в школах и 154 в дошкольных учреждениях. Каникулы закончились и у депутатов парламента. По распоряжению спикера, законодательного органа Игоря Гроссу, осенняя сессия началась 2 сентября. Дату первого пленарного заседания и его повестку определить постоянное бюро. А до тех пор народные избранники будут работать в комиссиях. О других событиях в рубрике короткой строкой. Утром 1 сентября сельхозработник обнаружил артиллерийский снаряд в направлении населенных пунктов Токуз-Новоселовка. Незамедлительно о находке сообщили службу 112. На место отправились оперативные группы инспектората полиции Каушан и сектора пограничной полиции Токуза. В цели безопасности территорию оцепили, а находящиеся поблизости людей эвакуировали. Саперный батальон Дурлешть обезвредили снаряд. Со 2 сентября с центра Кишинева в Сынжиру начнет ходить новый автобусный маршрут 18Б. Как рассказали в мэрии столицы, автобус пустили по новому тестовому маршруту. Он будет ездить от улицы Измаил в Кишиневе до улиц Вилор и Аэрогерри в Сынжире. Для этого местная администрация Сынжиры провела необходимые работы вдоль нового маршрута. Государственный секретарь румынского правительственного департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дупу объявил в Национальный день языка, что румынское правительство передаст 300 молдавским библиотекам более 100 тысяч книг. По его словам, правительственный департамент уже завершил все предварительные процедуры и в ближайшее время отправит книги. Шесть сотрудников бригады полиции особого назначения «Фуджер» приняли участие в учебном курсе в области обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Курс, организованный саперным батальоном «Кодру», был направлен на улучшение теоретических знаний и практических навыков. Полиции отметили, что подобные тренинги укрепляют межинституциональное сотрудничество и способствуют обмену опытом, повышению уровня подготовки и улучшению качества реагирования в кризисных ситуациях. Очередное незначительное падение топлива Нары опубликовало цены на 3 сентября. Так, во вторник литр бензина А95 будет продаваться по 23 лея и 29 банов, то есть на 10 банов меньше. В свою очередь, дизельное топливо тоже подешевеет и будет стоить 19 леев 80 банов, или на 3 бана меньше, чем в понедельник. По данным регулятора, падение цен продолжается уже несколько недель и обусловлено котировками плац и укреплением Молдавского лея по отношению к доллару США. В городе Слободея Приднестровского региона огонь на стихийной свалке стал причиной крупного пожара в жилом секторе. Люди первым делом выносили из дома самое необходимое. По словам очевидцев, сначала пламя хватило огорода, а затем порывы ветра погнали огонь к жилым домам по улице Октябрьской. «Жидность погорела, кролики, утки, куры, кошки, собаки, животные полностью. Люди плачут без жилья, без вещей, без документов, вообще без крыши над головой остались». Сами пострадавшие винят во всем поджигателе стихийной свалке, которая расположена неподалеку. «Смотрите, ничего нет, ничего не осталось. Вот оттуда, с котлована, они там жгут мусор, смотрите. Там горит котлован, и оттуда шло сюда, понимаете. Все люди, смотри, страдают из-за этого котлована». «Первое, что были готовы все документы, в одном месте свошли, вынесли. За одежду уже даже не смотрели. Часть бытовой техники, что можно было. Но скажу сразу, быстро. Получается, мой дом загорелся от соседнего дома». По данным властей и непризнанной ПМР, для тушения понадобилось 4 пожарных расчета. На место также прибыли сотрудники профильных организаций. Возгорание квалифицировано как одно из самых крупных за последние годы. Пострадавшим обещана помощь. Трое мужчин были задержаны правоохранительными органами за незаконный оборот наркотических средств. Жители столичного сектора Чеканы продавали запрещенные вещества через приложение Телеграм. Правоохранители провели обыски у двух мужчин 25 и 27 лет и изъяли мобильный телефон и компьютер, соответствующий информации о сбытии наркотических веществ. В ходе следственных мероприятий установлено, что подозреваемые через приложение Телеграм приобретали наркотики различных видов транзакционным способом через сети электронных платежей, а средства были переведены на другие текущие счета, зарегистрированные в коммерческих банках Республики Молдова. В то же время в ходе обысков дома у еще одного 41-летнего мужчины были изъяты 200 граммов гашиша и мобильный телефон. Все трое мужчин были задержаны на 72 часа. По факту незаконного оборота наркотических средств, этноботанических препаратов или их аналога в целях продажи в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Виновным в таком преступлении, согласно действующему законодательству, грозит лишение свободы от 7 до 15 лет. Синоптики ввели новый желтый код метеоопасности в связи с жарой. Погодное предупреждение действует на всей территории страны и вступит в силу во вторник 3 сентября. Указанный интервал времени на обширных территориях максимальная температура воздуха достигнет значения плюс 33-35 градусов по Цельсию, сообщает Госгидромедслужба. С метеорологической точки зрения летний сезон продолжается в среднем до 23 сентября. В Греции в рамках борьбы с кибербуллингом ученикам грозит исключение за съемку одноклассников и высмеивание их в интернете. Для этого правительство ввело ограничение на использование девайсов во время занятий. В отличие от греческих школьников, для некоторых детей на Ближнем Востоке учебный год даже не начинался. В новом учебном году греческие школьники будут обязаны держать смартфоны в портфелях при посещении учебного заведения. Если ученика увидят с телефоном в руках на занятиях, его отстранят от уроков на один день. Повторное нарушение грозит освобождением от занятий на несколько дней. Съемка одноклассников или учителей без их согласия может привести к исключению школы. Как утверждают власти, запрет девайсов в школах будет способствовать улучшению дисциплины и большей концентрации детей на занятиях. Но не везде в мире учеба началась в стенах школ. Первый школьный день на севере Израиля прошел в бомбоубежище из-за обострения напряженности Израиля с ливанской группировкой Хизбалла. Детсадовцы воставляют в небольшом бункере, переоборудованном под классную комнату. Там малыши играют до прихода родителей. Здесь можно услышать, как вдалеке летают военные самолеты. Сегодня утром, после того, как я отправила своих дочерей в школу, это выглядело и звучало действительно мрачно. Группа немедленного реагирования находится с учениками на автобусных остановках. Их распределяют по всему региону, чтобы защитить детей по пути в школу. Как вы можете видеть, мы начинаем новый учебный год в бомбоубежище. А в секторе ГАЗа тем временем речи о начале учебного года и не идет. Помимо того, что в Анклаве разрушено порядка 85% школ, там на повестке другая задача – предотвратить распространение полиомиелита среди детей. Болезнь очень заразна, а лекарства от нее не существует. Предотвратить ее, по данным ВОЗ, возможно только с помощью вакцинации. Поэтому в секторе ГАЗа планируют в два этапа привить 640 тысяч детей в возрасте до 10 лет. Пока что все идет по плану, дети прибывают, вакцинация проходит хорошо. У нас есть вакцины в индивидуальных термоконтейнерах, чтобы выдержать дневную жару. Пока в секторе ГАЗа тихо и спокойно. Для нас важна эта гуманитарная пауза, чтобы реализовать кампанию по вакцинации. На складах организации хранится 1,2 млн доз вакцины. А в ближайшее время ожидается поставка еще 400 тысяч доз. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Израиль охватили массовые протесты. Там бастует свыше 700 тысяч человек. Больше 500 тысяч из них собрались в Тель-Авиве. Активисты выступили с требованием заключить сделки по освобождению израильских заложников и прекратить огонь в секторе ГАЗа. Также они требуют от премьер-министра Бенемина Нетаньяху взять на себя ответственность за гибель пленных. Одни протестующие перекрыли главные автомагистрали города, другие собрались у правительственных зданий. Массовый митинг организован после известий об убийстве шестерых израильских заложников, которые провели в плену у Хамас 330 дней. Представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что по предварительным данным они были жестоко убиты террористами Хамас незадолго до того, как на место прибыли израильские войска. После проверки были установлены личности погибших четырех мужчин и двух женщин. Почти все они были захвачены боевиками Хамас 7 октября на музыкальном фестивале «Нова» неподалеку от границы с сектором ГАЗа. Села заложников обнаружили в одном из туннелей Хамас под Рафахом, примерно в километре от того места, где несколько дней назад был найден живым еще один заложник Хамас Фархан Алькади, рассказал на пресс-конференции представитель ЦАХАЛ. Те, кто убивает заложников, не хотят сделки, заявил израильский премьер Бенемин Нетаньяху. Он добавил, что его страна делает все, чтобы добиться освобождения похищенных, однако Хамас отвергает предложение. В заложниках у боевиков остаются около ста человек. Между тем, трое израильских полицейских погибли в результате нападения на западном берегу реки Ярдан, где Израиль в последние дни проводит масштабные рейды. Возле КПП неподалеку от Хеврона неизвестно открыли стрельбу по автомобилю, в котором ехали двое мужчин и женщина. Нападавшие скрылись. Ответственность за убийство израильтян взяла на себя группа боевиков бригада Халили Аль-Рахмана. В Хамас это нападение назвали естественным ответом на войну в Газе. Ранним утром понедельника Киев вновь подвергся ракетному удару власти города сообщили о двух пострадавших, нанесенных разрушениях и возникших пожарах. Средствами противовоздушной обороны уничтожено более двух десятков крылатых и баллистических ракет. Ударный беспилотник сообщили в столичной военной администрации. Спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов в трех районах Киева, уточнили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате падения обломка в ракет возникли возгорания возле станции метро, в котельной одного из учебных заведений, а также на территории частного предприятия. Украинские власти также сообщают об обстрелах россиянами девяти громад Сумской области, населенных пунктов Запорожской и Херсонской областях, а также города Некрополь в Днепропетровской области. Есть пострадавшие. В утренней сводке Генштаба ВСО говорится, что за прошедшие сутки на фронте произошло 182 боевых столкновений, из них 63 раза российская армия штурмовала Покровское направление. Накануне 1 сентября российские военные нанесли около 10 ударов по Харькову, сообщили власти города. Пострадали, по последним данным, более 40 человек. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, один из ударов пришелся по жилому району. В одном из супермаркетов произошел пожар. По сообщениям украинских телеграм-каналов, удар был нанесен в том числе по зданию Дворца Спорта. Это крупнейший в Харькове спортивный комплекс, который использовался и как конгресс-центр. По данным российского Минобороны, в ночь на воскресенье ВСУ также осуществили массированную атаку беспилотниками по территории России. За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 15 регионами страны, в том числе над Москвой. Несмотря на то, что НАТО остается основой коллективной безопасности, странам Европы необходимо повышать свою обороноспособность. Об этом на международной конференции по безопасности, состоявшейся в Праге, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии признала, что ЕС не принял необходимых мер для наращивания собственных мощностей по производству оружия с учетом геополитических угроз. «Мы, европейцы, должны быть на чеку. Мы должны переключить наше внимание на аспекты безопасности во всем, что мы делаем. Мы должны думать о том, что наш союз, по своей сути, это проект в сфере безопасности, и Центральная Европа должна сыграть в нем решающую роль». Фон дер Ляйен отметила необходимость систематической оптимизации европейской обороны по мере того, как ЕС развивает оборонное производство. «Защита Европы – это прежде всего долг самой Европы», – подчеркнула председатель Еврокомиссии, отметив, что хотя НАТО остается центром коллективной обороны, нужна более сильная европейская составляющая. По данным фон дер Ляйен, именно поэтому в новом составе комиссии появился пост комиссара по обороне. Папа Римский начинает свое самое длинное, дальнее и сложное турне по Азии. В ходе своей 11-дневной поездки понтифик посетит Индонезию, Папуа Новую Гвинею, Восточный Тимур и Сингапур. Путешествие, в ходе которого Папа Франциск преодолеет почти 33 тысячи километров, намного превзойдет все его 44 предыдущей зарубежной поездки и станет одним из самых длинных папских турне. «Я начну апостольское путешествие в некоторые страны Азии. Пожалуйста, молитесь о плодах этого путешествия». Во время своей поездки Папа произнесет 16 речей и проведет несколько больших мест, стремясь сплотить растущую католическую общину региона. Пытаясь укрепить связи с местными католиками, Папа также стремится преодолеть религиозные разногласия в странах с преобладающим мусульманским населением, таких как Индонезия, где он посетит знаковую мечеть. Поездка Папы изначально планировалась на 2020 год, но была отменена из-за пандемии. Ожидается, что Папа Римский затронет некоторые ключевые вопросы, которыми отмечено его пребывание на посту главы католической церкви. Лидеры и избиратели «Альтернативы» для Германии отмечают историческую победу ультраправой партии в Тюрингии. Успехом они называют и второе место в Саксонии. Политики также надеются на высокие результаты в Бранденбурге. Все это – восточные земли Германии. Впервые со времен Второй мировой войны ультраправые прошли в земельный парламент, набрав более 32% голосов. Я думаю, что старые партии должны сначала проявить смирение. Прежде всего, им следует принять к сведению волеизъявления жителей Тюрингии. Это то, что сейчас выводит людей из себя. По данным опросов, 88% жителей Тюрингии поддерживают демократию, но только 45% довольны ее состоянием. Консервативный христианско-демократический союз занял второе место в Тюрингии, но с небольшим отрывом лидирует в соседней Саксонии. Премьер-министр этой земли Михаил Кречмер, представляющий ХДС, заявил, что его партия готова к тому, чтобы остаться у власти в регионе. Мы были скалой в прибои. Мы сохранили эту коалицию. Мы сохранили это правительство. Мы принесли стабильность на эту землю. И мы готовы с этим результатом снова взять на себя ответственность. Зелёная – одна из трёх партий, входящих в правящую коалицию Германии, показали низкие результаты в обеих землях. Один из её лидеров, Амид Нурипур, сказал, что больше разочарован высоким результатом АДГ, чем показателем его собственной партии. Моя боль сегодня вечером незначительна по сравнению с тем фактом, что мы переживаем глубокий перелом. И открыто правоцентристская партия впервые с 1949 года стала сильнейшей силой в земельном парламенте. И это беспокоит и пугает многих людей. Эксперты рассматривают результаты выборов на востоке Германии в качестве показателя отношения избирателей к нынешнему правительству страны в преддверии общенациональных выборов, которые состоятся в следующем году, передаёт Евроньюз. Неубедительные результаты в обоих федеральных округах заставляют предположить, что сформировать правительство будет очень сложно. При этом маловероятно, что привести АДГ к власти в землях, войдя с ней в коалицию, вряд ли согласится какая-либо из партий. Правящая партия Азербайджана, о которой возглавляет президент Ильхом Алиев, лидирует на состоявшихся в минувшее воскресенье внеочередных парламентских выборах. По предварительным итогам, новый Азербайджан получает 68 из 125 мандатов. Независимые кандидаты получат более 40 мест. Остальные займут представители 10 оппозиционных партий. Согласно сообщению Центральной избирательной комиссии Азербайджана, явка на выборах составила чуть более 37%. Проголосовало 2 миллиона 196 тысяч 771 человек. Порог явки на парламентских выборах в Азербайджане отсутствует, поэтому выборы признаются состоявшимися при любом числе проголосовавших. Окончательный итог выборов будет подведен в течение 20 дней. После чего протокол передадут в Конституционный суд, который за 10 дней должен будет огласить свой вердикт. Выборы в Мили Меджлис должны были пройти в ноябре, однако их перенесли в связи с тем, что в это время Азербайджан будет принимать климатическую конференцию ООН, на которую ожидают более 80 тысяч гостей, в том числе глав государств и правительств свыше 50 стран. Президент Польши вновь потребовал от Германии репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Прощение и признание вины – это одно, а возмещение ущерба – другое, заявил Андрей Дуда, выступая на мероприятии по случаю 85-й годовщины вторжения нацистской Германии в Польшу, в городке Вилюнь. Вилюнь – один из первых польских населенных пунктов, подвергшихся бомбардировке гитлеровской авиации во Второй мировой войне. Тогда в результате атаки были убиты около 1200 местных жителей, напоминает агентство ДПА. Всего за годы войны в Польше погибли около 6 миллионов человек. Столица страны Варшава была почти полностью разрушена. Левоцентристское правительство Дональда Туска, пришедшее на смену национал-консерваторам, не сняло вопрос о репарациях с повестки, пишет Дойчвели. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на германо-польских правительственных консультациях в начале июля объявила помощь оставшимся в живых жертвам немецкой оккупации в Польше. По его словам, Германия признает тяжесть своей вины. Он отметил, что Берлин продолжает придерживаться принципа исторической ответственности. Дональд Туск, в свою очередь, сообщил, что финансовая помощь должна поступить в течение нескольких месяцев. Политики не уточнили, каким будет объем компенсации, который выплатят примерно 40 тысячам поляков, пострадавшим от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. Предыдущее консервативное правительство Польши с формированной партией «Право и справедливость» ранее требовало от Берлина 1,3 млрд евро в качестве репараций. В счета компании Starling Holding, куда входят соцсеть X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заморозили в Бразилии. Это произошло из-за отсутствия юридического представителя компании в стране. Верховный суд Бразилии дал американскому бизнесмену сутки на назначение официального лица. По данным местных СМИ, всех менеджеров Starling в Бразилии вызвали в суд для дачи показаний по поводу финансовых претензий к соцсети X. Ранний суд Бразилии обязал соцсеть заблокировать некоторые аккаунты онлайн-платформы за фейки, но Маск пообещал возобновить их работу. Суд, в свою очередь, начал расследование по делу о препятствии работы и обязал Маска выплачивать 20 тысяч долларов ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы. Между тем, в Южной Корее начали расследование в отношении Телеграмми за дипфейков сексуального характера, которые породили негодование в обществе, сообщает агентство Рюнхаб. Сейчас полиция проверяет боты, автоматически генерирующие запрещенный контент, а также группы, распространяющие подобные материалы. По данным Национального полицейского управления Южной Кореи, с 26 по 29 августа правоохранители получили 88 сообщений о преступлениях, связанных с дипфейками. Всего было установлено 24 подозреваемых. Катарский туннель, соединяющий Швейцарию и Италию, вновь открывается для регулярного движения поездов. Год назад в нем произошла авария. Ремонтные работы обошлись в 159 миллионов евро. По Гатарскому базисному туннелю началось регулярное движение пассажирских и товарных поездов. Главный железнодорожный путь между Швейцарией и Италией был закрыт после аварии, произошедшей 10 августа прошлого года. Тогда сошли с рельсов 16 вагонов грузового поезда швейцарских федеральных железных дорог. В результате были значительно повреждены стрелочный съезд и противопожарные ворота, разделяющие западную и восточную трубы туннеля. Расследование показало, что причиной аварии стали усталостные трещины в бандаже колесной пары одного из вагонов. Восстановительные работы проводились в несколько этапов. Несколько недель ушло только на то, чтобы убрать поезд и расчистить место аварии. После этого все материалы пришлось завозить в туннель. Температура в туннеле достигала почти 40 градусов по Цельсию. Необходимо было принять меры предосторожности, чтобы защитить рабочих. Гатардский туннель – самый глубокий и длинный железнодорожный туннель в мире. Его протяженность – более 57 километров. На строительство оно продолжалось 17 лет. Было потрачено 10 миллиардов евро. Примечательно, что сооружение было построено в срок и в пределах сметы. Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Его обломки спасателей обнаружили с воздуха. Все находившиеся на борту люди погибли. По данным Росавиации, в вертолете находились 22 человека, три члена экипажа и 19 туристов. По предварительным данным, борт потерпел крушение, врезавшись в сопку. В поисковой операции была задействована авиация и более 40 сотрудников МЧС. Миссия осложнялась с плохой видимостью из-за густого тумана. Напомним, вертолет компании «Витязь Аэро» перестал выходить на связь 31 августа, как только вылетел с вулкана в очкожет с поселок Николаевка. Ему предстояло пролететь 25 километров. Время в пути занимало всего несколько минут. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите телесериал «Осколки». Всего доброго. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.